Нам известно, что вы и так очень много всего знаете, и ваша жизнь легче легкого. Но нет предела совершенству, поэтому держите подборку из пяти лайфхаков, которые, несомненно, помогут при случае. Давайте наберем три лайка, и следующий ролик выйдет скоро. Итак, поехали! Спонсор ролика SkinOn.ru – сайт с лучшими виниловыми наклейками и чехлами на ваши гаджеты. Выбирайте из готовых или создавайте свой дизайн. Также появилась новая крутая фишка – можно добавлять картинки с прозрачным фоном. Выглядит просто супер! А для всех зрителей нашего канала скидка 20% на все чехлы и виниловые наклейки по промокоду, который вы видите на экране. Ссылка в описании. Ну а мы идем дальше. Плоскогубцы – незаменимый инструмент в каждом доме. С помощью него вы сможете выдернуть гвоздь, отрезать кусочек провода и многое другое. Но со временем плоскогубцы покрываются ржавчиной и не загибаются до упора. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь вазелином. Обильно нанесите вазелин на все трущиеся места, и ваш любимый инструмент будет влагоустойчивым и прослужит вам очень долго. Можно сказать, что лазерные диски канули в лету. Но все еще есть ребята, которые ими пользуются. Чтобы диск не поцарапался и сохранил свою новизну, воспользуйтесь воздушным шариком. Надуйте шарик до середины размера, возьмите диск и прислоните его к шару. Медленно выпускайте воздух и легонько придавливайте диск. Таким образом вы оденете диск в шар, что предохранит ваш диск от повреждений. Многие из нас любят слушать музыку через наушники, потому что звук обволакивает вас, и вы наслаждаетесь глубиной и красотой звучания. Но иногда разъем для наушников заполняется пылью, что создает помехи, а это сказывается на качестве воспроизведения. Чтобы устранить это неудобство, воспользуйтесь канцелярским гвоздиком. Намотайте немного ватки на гвоздик и аккуратно почистите разъем. Наслаждение музыкой больше не покинет вас. Нам понадобится стандартный лист бумаги формата А4. Загните верхний угол до правой стороны листа и аккуратно надавите пальцами край. С помощью ножниц вырежьте лишний кусочек. В итоге у нас получился квадрат. Согните квадрат второй ее стороной, таким способом вы найдете центр. Сложите левую и правую стороны внутрь, чтобы углы касались центральной точки. Затем подогните нижнюю сторону вверх, чтобы она закрывала центр. Подогнув верхний угол вниз, мы получим конверт. Этот конверт можно сделать всего за пару минут. Забивать гвозди – задача не из легких для неподготовленных. Чтобы уберечь пальцы от травм, воспользуйтесь карандашом. С помощью канцелярского ножа сделайте надрез на ластике карандаша. Ставьте гвоздик в надрез ластика и, не опасаясь поранить пальцы, смело забивайте гвоздь. Если вам понравился ролик, то напишите комментарий.